Главный вопрос, с которым сталкивается любой человек, который захотел построить себе загородный дом, это из чего построить стены своего дома. И сейчас я вам дам список самых лучших и самых худших строительных материалов. Первый вопрос, который вы себе должны задать. Как вы будете строить? Вы будете строить сами, вы самостройщик? Или вы будете обращаться в строительную компанию в вашем регионе, которая будет вам строить дом? Как оказывается, не все материалы одинаково полезны. То есть некоторые подходят больше для самостройщиков. Например, газобетон наш любимый. Он простой в обработке, простой в погрузочно-разгрузочных работах. Из него просто делать кладку, ну, при соблюдении определенных технологий. Для него не нужно кучи инструментов, там достаточно одной ножовки, терки и мастерка, чтобы наносить клей. А то можно вообще на клей пену все класть. Легко обрабатывается, можно хоть круглые поверхности делать. Доступен почти во всех регионах нашей страны. И самое главное, полно информации, что и как делать. Где как армируют, где как перемычки устраивают, что куда опирать. То есть вся информация вообще в широком доступе. Сел два дня, почитал, все, ты уже специалист по строительству домов из газобетона. Поэтому, въезжая в любой коттеджный поселок или какой-нибудь дачный поселок, даже по Московской области, там половина домов построена из газобетона. Половина, правда, уже построена так, что их надо сносить. Они еще не достроены, потому что там швы кривые, стены кривые, швы не заполнены, швы там полтора сантиметра. Геометрия не выдержана, все не затерто, не запилено. Прилипли блоки, не прилипли друг к другу, вы узнаете, когда ураган начнется. Но, тем не менее, это реально самый популярный материал и среди самостройщиков в том числе. Также, например, для самостройщиков чаще подходит брус или бревна. Можно купить комплект материала, брус или там бревно какое-нибудь, оцилиндрованное, как правило. И самому, там, максимум с помощью помощника, можно собрать спокойно себе коробку. То есть, в этом, в принципе, ничего сложного нету. Там, что там, накладывай по шнурке, сверли на геля и складывай все-то в кучу. А вот каркасный дом, например, его уже строить немножко сложнее. Тоже можно спокойно самому построить, но он требует гораздо большей квалификации. Поэтому, в основном, самостройщики предпочитают строить дома брусовые и бревенчатые, чем каркасные. Хотя, сейчас немножко ситуация меняется. Опять же, в силу доступности информации. Но, тем не менее, строительство каркасного дома – это более сложный процесс. Его больше используют именно строительные компании. Плюс, самостройщики всегда хотят сэкономить. Поэтому экономия всегда выливается во что? Надо найти какой-нибудь супер-нано, там, мегаблок. Дешевле. Круче по характеристикам, там, в тысячу раз, чем любой газобетон или, там, теплая керамика. И вот из него построить дом, потому что эти все строители, они уроды, они в этом ни хрена не понимают, они на вас зарабатывают. И вот так строят примерно полстраны. Строят из того, что лежит под боком. Строят сами. Неважно, какие там технические карты, как там правильно класть, армировать, что-то еще. Никто этим вопросом не задается. Одноэтажный дом не развалится? И слава богу. Строить из всяких непонятных наноблоков можно только в том случае, если у вас просто нет другого выбора. То есть у вас в регионе, там, где вы строите конкретно в вашей местности, ну, нет никаких нормальных современных заводских материалов с понятными характеристиками, с проверенными. А есть только вот какие-то местные, локальные производства, там, которые что-то там сами бодяжат и делают. Только в этом случае можно связываться с такими материалами. Если все-таки есть выбор привезти там чуть-чуть дороже, но привезти нормальный современный заводской материал, не обязательно там газобетон, любой другой. Даже керамзитный бетон, привезенный с завода, с конкретного, с большого промышленного предприятия, тогда да, тогда можно строить из-за таких блоков. Все остальное, это все игра в рулетку. И еще один вопрос, который нужно обязательно себе задать, прежде чем выбирать материал, из которого строит загранный дом. Если вы строите дом по индивидуальному проекту или вы хотите построить что-то типовое? Потому что когда вы строите что-то индивидуальное, тут выбор материалов достаточно большой, но тоже, в принципе, ограниченный. Если вы строите индивидуальный дом, значит, вы хотите что-то такое эдакое для себя, какую-то свою эксклюзивную планировку, расположение на участке, виды, окна. Если этого всего не нужно, то проще выбрать типовой дом, то есть уже какую-то выбрать готовую конструкцию, которая уже отработанная, либо это модульный дом, либо это какой-то сборно-щитовой дом, как щиты, изготовленные на заводе. Выбрать то, что подходит наиболее удачно под ваш участок, под ваши потребности, и построить именно такое, потому что заводское, конечно, оно всегда будет выше. При том, что сам комплект будет стоить, скорее всего, дороже, чем комплект материалов на индивидуальную стройку, но за счет того, что он будет построен быстро, и стоимость сборки такого дома, или это вообще будет модульный дом, вы привезете его прям в пункт, просто поставите готовый фундамент, то на круг такой дом, скорее всего, будет стоить дешевле. А самое главное, вы очень круто сэкономите именно на скорости строительства, а значит, и опять же на стоимости материалов отделки, потому что пока вы строите дом по индивидуальному проекту, например, из газобетона, из того же, идет время, и цены на отделочные материалы тоже растут. И к тому моменту, как вы приходите к концу строительства теплого контура, и вам нужно закупать уже материалы чистовой отделки, они уже стоят на 10, 20, 30, 50% дороже, чем в начале этапа, когда вы только начали строить, заливать фундамент. Поэтому, если вы пришли к тому, что вы хотите построить свой загородный дом, и у вас нет каких-то таких эксклюзивных потребностей, что-то такое эдакое построить, невообразимое, то проще выбрать что-то готовое, типовое, в смысле проектов. То, что уже 150 раз строилось, то, что понятно, отработанное, с понятными материалами, с понятной отработанной технологией, и вы сильно выиграете в скорости строительства, потому что типовой готовый дом можно получить через 2, максимум через 4 месяца. А выбрать такой дом можно по ссылке в описании. И, допустим, вы выбираете что-то из типового строительства. По какой технологии лучше строить типовой проект? На самом деле, тут вариантов очень много, и все зависит, опять, как всегда, от цены. Если бюджет позволяет, то лучше всего выбрать самые надежные, самые долговечные технологии. Это какие-нибудь бетонные панели готовые из заводского производства, либо заводской монолитный железобетон. Есть компании, которые льют типовые монолитные дома. Это самый дорогой сегмент, самый, условно говоря, надежный, если там, конечно, никто ничего не накосячит. Но выбор по планировке там будет очень сильно ограничен, практически его не будет вообще. Если бюджет не такой большой, чтобы строить монолитные дома, то проще выбрать тогда каркасный дом или дома из ЛСТК. Например, можно купить уже готовые префабы, так называемые стеновые комплекты, вам привозят их и собирают. Даже иногда можете сами собирать, если это не сильно большая сложная конструкция. То есть, есть заводы, которые делают уже прям готовые стены, ну, максимум без внутренней отделки. Они прям собираются в течение 3-5-10 дней у вас на участке, и у вас, в принципе, теплый контур, коробка готова. Иногда даже уже с чистовой фасадной отделкой. Очень популярная тема сейчас начинает набирать обороты, когда застроится большой поселок. Прям там делают бетонно-растворный узел, прям там открывают производство, и прям там заливают все эти панели, и сразу развозят строить дома. Очень круто все это, конечно, происходит, прям, то есть, реально у тебя быстро строится, ты деньги заплатил, ты там уже через месяц дом стоит, по сути, коробка. Самый быстрый способ, как построить дом, это заказать модульную конструкцию. Ты выбираешь на сайте то, что тебе подходит по площади, тоже, как правило, выбор планировок и внешних видов сильно ограничен, но зато, заплатив деньги, тебе через месяц, через два уже привозят готовый набор модулей, из которых собирается твой будущий дом. То есть, если вы строите не типовую коробку, а что-то свое индивидуальное, и вы строите при помощи строительной компании, то это, скорее всего, будет выбор в пользу газобетона, теплой керамики, кирпича, каких-то заводских блоков, которые доступны конкретно в этом регионе, но конкретно заводские. Это будет клееный брус или какое-нибудь там оцилиндрованное бревно, именно компания, которая сама производит это бревно, как и клееный брус. Но с чем точно не надо связываться, это с домами из сырого бруса. То есть, это, как правило, дело самостройщиков, а те строительные компании, как правило, которые занимаются строительством из сырого профилированного бруса, они просто, грубо говоря, применяют лес по назначению. У них есть какая-то делянка, они ее там пилят и из этого строят. Но качество этой стройки будет соответствующего. Из этого материала построить что-то прям хорошее, качественное с первого раза вообще нереально. Но самое главное при строительстве любого загородного дома, это не то, из какого материала строят, а то, какими руками вы все будете это делать. Если вы наймете безруких рабочих или сами нихрена не понимаете и полезете все это сами делать, скорее всего, получится такое говнище, которое придется сносить. А с вами был Филипп и оптимистичный канал строительной компании SkyHome. Не забывайте подписываться, ставить лайк. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok